здравствуйте друзья сегодня у нас 23 июня пятница примерно 23 00 то есть поздняя ночь и несмотря на это многие окна белого дома освещены также освещены многие окна пентагона напряженно работают все 17 агентств разведывательного сообщества соединенные штаты америки и люди которые сидят за этими освещенными окнами будут работать целую ночь до утра а видимо и дальше выкенд им по моему не светит в 80-е годы когда я работал здесь в вашингтоне в резидентуре существовала программа внезапно ракетно-ядерного нападения имелось ввиду нападение соединенных штатов на советский союз так подозревали кремля что это может произойти и тогда мы мониторили разные признаки стране ну прежде всего в вашингтоне которые могли бы подсказать действительно ли или когда они готовятся к этому нападению и вот горящие окна в пентагоне в белом доме в госдепартаменте были одним из основных ну не основных но важнейших признаков того что что-то происходит поэтому каждый вечер по очереди кто-то из разведчиков резидентуры совершал вояж но иногда это было два каждый ехал к своему объекту и проверяли что там за окнами но есть существенная разница что было тогда и что происходит сейчас тогда предполагалось что будут приниматься меры не если если будут готовиться к ракетному удару внезапному то будет будут делать это так чтобы как можно меньше этих окон светилось или когда люди туда приезжают чтобы они их запихивали там одну машину как селедки в бочке чтобы не было заметно особого движения сейчас окна горят открыто это свидетельствует о следующем значит до сих пор соединенные штаты америки не выразили никак свое отношение к тому что сейчас происходит в российской федерации ну как вы понимаете я имею в виду прежде всего мятеж как его теперь официально называют после того как против пригожина объявили уголовное дело вооруженный мятеж который объявил пригожин и чувака вагнер американское правительство ни одной из учреждений никак не обозвало что там происходит не мятеж не заговор не государственный переворот хотя считаю что это пожар похоже на государственный переворот не похоже но тем не менее основная проблема американского правительства на данный момент очень много информации с открытых источников и никакой из этой информации доверять нельзя вся она ненадежная потому что она поступает или из министерства обороны российской федерации в основном или же от пригожина чувака вагнер и ни один из этих источников не считается хотя бы мало мальски надежным в то же время другие источники открытые которые раньше даже цитировались в зарубежных средствах массовой информации как которые описали о боях на украинских фронтах они засветились вот я вам неоднократно говорил что бывают такие острые моменты в истории когда спецслужбы российской федерации или советского союза раньше кремль вынуждена засвечивать своих глубоко законспирированных ну вот сейчас и происходит их засветка но в частности я сразу скажу что засветился телеграм-канал вся полностью вот эта сеть потому что поступает информация что из кремля поступила вернее спецслужбца россии поступило указание основным телеграм-каналом которые стали популярными связи с войной агрессии россии против украины поступили им определенные указания или вообще свернуть освещение того что происходит вот за последний день или же освещать его не с точки зрения вагнера а исключительно с точки зрения министерства обороны или кремля то есть засветили и телеграм-канал потому что подобных указаний не получил ни гугл ни фейсбук ни ютюб а вот телеграм получил ну и далее значит американцы сейчас судорожно пытается собрать вернее не судорожно срочно в режиме крайней необходимости и страты собрать всю возможную информацию которая относится к этому делу задействованы все каналы агентурная разведка электронная разведка высшие военные в соединенных штатов я так понимаю это генерал милле министр обороны остин пытались дозвониться своим визави московским по крайней мере на настоящий момент успеха эти попытки не имели это понятно то есть это не стало неожиданностью потому что как представляется российским военным сейчас самим надо разобраться что происходит здесь нет уверенности в том что они российские военные действительно полностью понимают всю сложившуюся ситуацию помимо прочего большие интенсивные консультации проводятся с главным командованием американской армии в европе главнокомандную в офисом главнокомандующего войсками нато в европе а также с различными компетентными скажем так подразделениями правительств стран восточного фланга нато таких как государство балтии прежде всего польша какой-то степени румынии болгария потому что считается что они наиболее из остальных стран нато осведомленные они ближе так сказать к пониманию того что происходит в российской федерации за последний день но я вам кратко объясню потому что я давал по этому поводу там сям интервью я не помню давал ли это вот так сказать полную картину насчет приход пригожина его феномена сейчас его быстренько опишу чтобы так сказать вы понимали мое отношение к этому делу то есть у меня такое впечатление что мы можем знать несколько больше о том что произошло чем пока правительство соединенных штатов америки и так пригожина что произошло когда путин готовил агрессию против российской федерации этим занимался подготовка генеральный штаб ему подготовили план план соответствует с российской военной доктриной согласно которому это должна была быть полноценная вооруженная агрессия которая начинается но когда гитлеровская агрессия на советский союз 22 июня или нападение на польшу 1 сентября на 39 года то есть интенсивные удары с воздуха бомбардировки затем значит артиллерийские обстрелы шквал огня разрушение объектов как можно больше инфраструктуры военных складов там и так далее а потом уже двигаются колонны тогда такой был план генштаба но путин счел себя самым но самый великий страйк так как мы все знаем и он купился на план спецслужб которые говорили что пятая колонна российских спецслужб украине все сделается не надо будет этого шквала огня все можно сделать будет по-тихому спокойно не возбуждая господ в европе в соединенных штатов америки ну и вместо этого значит вместо трех дней или неделя получилось что до сих пор как вы знаете потом когда путин тляпался в это дело он же начал искать виновных и начал бурчать на своих генералов те начали между собой выражать недовольство в контактах между собой мол что же он совсем взбрендил мы ему предлагали он сделал по-своему теперь мы виноваты фсб услужили его доложила до путина вот эти бурчане недовольство в рядах генералитета а в это время к путину почти каждую неделю заглядывал на огонек его шеф повар этот шеф папа папа по-французски вы по-английски это это повар пригожин и пригожин то ли сам то ли в контакте со спецслужбами значит начал вливать в ухо в уши путину информацию что там зреет задговор генералов и недовольство то же время он вышел с инициативой то есть у него был опыт возглав работы с вагнером в сирии в африке то есть он предложил а давайте мы задействуем потому что эти ослы генштабе плохо как показал оказалось подготовлено все вооруженные силы российской федерации а вот мы самый боевой а ты а давайте и путин фактически сделал пригожина тем кем он стал настоящий момент а потом произошло то что в разведке называется неуправляемый агент который еще говорят как неуправляемая ракета то есть это страшный самый страшный сон любой разведслужбы любого хендлера или кейс офицера иметь вот такого агента потому что это провал это скандал и в основе чаще всего лежит психологическая проблема которая у пригожина на лицо это эго маньяк то есть он хотел славы он должен видел себя человека который сделал то что не сделал все министерство обороны то есть он 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 взял бахмут и он хотел стать национальным героем он вошел в острый конфликт как мы знаем с шойгу и герасимовым ну и этот конфликт постепенно накалялся путин использовал пригожина для того чтобы балансировать между вот им и пригожиным держать в узде генералов но со временем проблема пригожина становилась все острее и острее но путин как-то вы видите до последний момент он никогда не 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 выражал то есть те ругались шойгу и этот самый и и пригожин но путин как-то не отражал своего отношения к этому всему делу видимо он сам не знал что теперь делать с этим джинном который он выпустил из бутылки или пытался все-таки как-то так его утихомирить но теперь все пропало потому что в последних заявлениях которые публично сделал пригожин последние два дня то что он сделал это чудовищно значит бобик он укусил хозяина причем смертельно укусил он раскрыл то есть он разбил в пух и прах всю фальшивость объяснение путина и вообще официальной власти россии почему россия напала на украину оказалось что все эти разговоры про угрозу нато угрозу там со стороны украины все это было блеф оказывается интервенция произошла потому что шойгу нужна была звезда вторая героя россии и маршевские погоны и генералы влили идиоту 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 путину ввели его наивного дегенерата невыдающегося стратега как оказалось наивного дегенерата влили ему дезинформацию он как последний дурак в это все поверил и вот все это произошло то есть это колоссальный удар удар всемирного из всемирно исторического масштаба скажем так но естественно деморализация внутри страны прежде всего вооруженных силах то есть после этого уже 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 путин сдерживаться не мог ну и в конце концов путин значит сдал но это попозже прошло после того как пригожин фактически начал мятеж то есть согласие путина был нанесен этот ракетный а потом еще артиллерийский как утверждает пригожин удар по его по дислокации вагнера вроде это где-то было близко границах но на украинской территории это послужило поводом он объявил мятеж и после этого значит против него объявили уголовное дело таким образом все ему деваться уже некуда уголовное дело вооруженный мятеж ну куда уж расстрела нет но но это до конца жизни так сказать после этого что происходит после этого последнее событие как это вот на сегодняшний на этот час отрапортовали американские разные источники и вообще другие источники вагнер объявил поход на москву перешел границу перешел из с территории украины через границу в ростовскую область и двинулся в ростов утверждается что навстречу ему был выслан боевой вертолет которую вагнеровцы якобы сбили причем тут еще интересно вот где проявляется сейчас можно вычислить все каналы но не все многие каналы в телеграме которые представляли себя якобы независимым на самом деле является сливными бачками так вот сливные бачки которые как оказалось работают на министерство обороны и на российские спецслужбы заявили что этот вертолет наоборот вагнеровский вертолет который сбили уже значит российская сторона но я не вижу зачем вагнеру откуда у него единственный вертолет и почему он там взялся один-единственный и полетел он в сторону ростовых более логичная картина что они пеши пошли и да кстати американские специалисты говорят что самый безопасный путь сейчас у числа учитывая лопоухость российских вооруженных сил это пеши ходом до ростова в ростове находится штаб-квартира южного командования и там же находится крупный логистический центр через которую идет масса техники взяв это пригожин со своим вагнером доносит сильнейший ну просто сильнейший удар по всем военным усилиям россии в отношении украины это узловой центр но плюс они могут еще вооружить себя до зубов и после этого опять-таки пеши они могут двинуться в сторону москвы ну и и кто их там будет останавливать это это большая проблема выступили два генерала генерал суровикин то есть вот как он выступил это сразу послужило сигналом что это очень серьезно потому что до последнего времени он как бы был союзником вроде пугачева пригожина они вроде друг друга уважали так вот суровикин призвал одуматься остановиться прекратить после этого выступил генерал-лейтенант алексеев первый заместитель главного управления генштаба разведка этот человек который главным был одним из основателей этого или руководителей который стоял у истоков вагнер группа который был главным связующим или самым главным министерстве обороны человеком для вагнера то есть это его детище по большому счету в отличие от суровикина он выступил как примиритель то есть мы хотя и тот говорил на одной крови на этот говорил как миротворец который хочет все это прекратить это еще было того по моему до уголовного дела типа давайте все это закончим и но фсб тут уже подсуетилась кстати фсб судя по поступающей информации именно фсб ладала команду пропустить вагнер через границу и впустить его в ростовскую область вагнер с этим не согласен с такой постановкой вопросов утверждает что именно встречу послали сопротивление но это сопротивление было в виде в лице 18-летних призывников которых вагнер якобы быстренько разоружил ну и призвал остальных не сопротивляться наоборот к ним к ним присоединяться для дальнейшего похода в москву ну вообще так по большому счету то есть что получается государственного переворота вроде нет пригожин не собирается свергать путина хотя покрыл во всем у него представил как это что только что сказал полным идиотом дегенератом лжецом и человеком который полностью не заслуживает того чтобы быть руководителем государства но это месть это месть вот один из моих хороших американских знакомых описал это сам он проживает лос-анджелесе описал все происходящее с мыльной оперой голливудской которая показывает развод между знаменитостями голливудскими которые начинают делить там свои дворцы яхты самолеты детей и все это публично и все это сопровождается выплескивание массы грязи друг на друга и все на это все смотрят в общем какая-то страшная противная мерзкая мутата то есть потому что в основе то по большому счету что ли это иван иванович там с иваном петровичем поссорились пригожин поссорился шойгу и вот что это во что это все выливается но несмотря на всю казалось бы комичной ситуации по большому счету по большому счету исчезла то есть выведена из строя одна из самых боеготовных частей всей этой арматы российской которая орудовала до сих пор в украине одна из самых боеспособных частей самых агрессивных которые готовы были служить там не жалея жизни реально по сравнению с другими они готовы были стать пушечным мясом но достигнуть своей цели теперь этого вагнера получается на фронтах украины нет образовалась брешь с другой стороны насчет теперь такая же брешь образуется и во всей африке не во всей но в значительные части где последнее время орудовал вагнер мы с вами это все обсуждали знаем эту историю теперь эти все раньше они были под центральным командам теперь они в общем они исчезнут со временем потому что сейчас они расколется на отдельные банды в каждой отдельной стране но британцы с началом кстати российской агрессии в феврале прошлого года подготовили специальное подразделение спецназа для нейтрализации вагнера в африке и сейчас я думаю самое время им будет поработать то есть удар для так называемой специальной военной операции и даже шире так сказать за даже за пределами россии и украины по военным планам и военно-политическим кремля то есть был нанесен сильнейший удар что происходит дальше вот я вам сейчас засчитаю ключевые события которые произошли на настоящий момент которые считаю очень важны во первых российские власти вырубили доступ google news то есть все платформы гугла информационная вырубили весь доступ все серверы которые вещали на российскую федерацию все эти серверы даун были затем была перекрыта дорога м4 к северу от ростовской области это по которой как возможно предполагается вагнер должен был удвинуть на москву в москве командующий силами специальных операций российской федерации генерал фластиков если правильно я по-английски читаю не знаю насколько это правильно по-русски взял под контроль штаб-квартиру министерства обороны на фрунзельской набережной но как отмечают американцы пока неизвестно на чей он стороне то есть здесь нету полного реального понимания что там происходит вам тем рассказывал блестящую фразу которая запомнил нас свою жизнь на всю свою жизнь это моего непокойного приятеля университетского слова врандаосова который на вопрос что происходит в советском союзе он отвечал борьба с борьбой борется и борьба борьбу борьбет но вот нечто подобное пуду по по мысли американцев сейчас и происходит они не могут понять кто кого борьбет настоящий момент дальше но я вам сказал уже что фсб дало указание пропустить вагнер группу через границу в в эту самую в ростовскую область если здесь какой-то хитрый ход или нет узнаем потому что ну могли бы и не позволить но тогда значит должны были атаковать должны были оказать им вооруженное сопротивление на на украинской территории получилось бы что вооруженные силы министерства обороны бы вступили бы в бой боевое соприкосновение с вагнером на украинской территории это конечно было бы фантастика поступила информация которые потом указали что фейк это какая-то военная база российская в подмосковье была подожжена там был пожар даже появились видео в интернете но потом якобы сказали что это 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 фейк американское правительство как я вам сказал единственное сообщение которое сделал американское правительство до сих пор это то что мы внимательно наблюдаем за ситуацией и действительно наблюдают не только потому что что там происходит чтобы разобраться но они не исключают сейчас ничего вот некоторые эксперты сейчас здесь кстати первое такой объемный выпуск был где-то часам к девяти примерно и эксперты которые выступали значит говорили следующее они не исключали что это государственный переворот вспоминали что 80-е годы в начале 80-е значит когда кто-то из генеральных умирал показывали лебединое озеро сейчас уже ну да другое время другие нравы но вместо лебединого озера казалось бы такое важное сейчас событие происходит все эти ток-шоу заткнулись просто мадам скоробеева я сегодня проверял температуру по палате она высочайшая сейчас зашкаливает просто потому что место обсуждения вот этого события судьбоносного может быть для россии они обсуждали вопрос там смаковали о том что сбили какой-то там очередной бмп вооруженных сил украины и столько там это восторгов было столько радости да так вот американские эксперты говорили что вот это как они назвали идиотические ток-шоу которые проходят сейчас когда по российскому телевидению на фоне вот этих событий они могут быть заменой или 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 так сказать современным вариантом лебединого лебединого озера то есть следят хотят понять что на самом деле происходит дальше значит сообщается что российские вооруженные силы а также силы безопасности в московской области были приведены в состояние повысшей боеготовности но это включает и москву показали здесь репортаж о том что ночью вокруг кремля тоже там было все оцеплено боевые эти военные машины и самое главное что вот говорили что меня привлекло мое внимание вот эта мысль что главное то проблема сейчас в россии это не то что пригожин понял вооруженный мятеж это то насколько хрупкая оказалась центральная власть власть путина то есть внезапно оказалось что все зависло на волоске и вот если сейчас среди высших военачальников на кто ненавидит допустим того же шойгу если патрушев допустим со своими людьми или подключит еще золотова и они как-то выступят вместе с пригожиным или использует мятеж пригожина для того чтобы захватить власть и это получается то здесь думаю что это вполне вполне реально то есть действительно король оказался голым и и и и это но вспомните это же вот вот этот еху бункерный который не так давно кричал о возможности применения ядерного оружия который выражал там что мы на правильном пути мы все это победим мы все это выиграем и теперь оказывается что он сам на на волоске висит не только весь его режим но и он сам его жизнь ну тут же как я вам сказал пошли ипсо для того чтобы замутить эту ситуацию что произошло 2 2 через подконтрольные вот оказывается вот где они еще раз всплыли в телеграм-канале подконтрольные спецслужбам кремлю телеграм-каналы которые затрубили прокинули мысли что возможно то что сделал пригожин это все было сделано в сговоре с в ссу потому что вот как только он отвалил от бахмута туда же ринулись две украинские бригады по моему там они называли одна из них морских пехотинцев и даже высказала высказал один телеграм-канал что он буквально синхронно это происходило то есть он получается украинский шпион понимаете это вот я назову это телека телеграм-канал рыбач которого обильно цитировали russians они говорили что да мы понимаем что представители этого канала или основатели когда-то работали в гру но они в америке они у них есть иллюзия вот в америке действительно ты работал военной разведке вообще спецслужбам потом ушел все ты действительно ушел у тебя никакой связи нет абсолютно это закон но думают может быть также в россии нет в россии так это не происходит в россии не происходит потому что рыба он выдал и еще одну активаху или еще одно ипсо что это может быть связано еще со спецслужбами нато и вот тут он попался попался потому что качестве подтверждения что это нато здесь участвовал в этом заговоре они привели пример что нато ведет подготовку к более активному вмешательству в конфликт в украине и наши источники в норвежской армии сообщают о массовом наборе фельдшеров и докторов по контракту для того чтобы послать их в украину господи боже мой да я сегодня утром по американскому телевидению телекомпания abc показывала как работают доктора врачи из норвегии в украине делают операции во этим самым раненым рассказывать страшные случаи всего оказывается из всех раненых которых они оперировали всего два процента это те которые ранены были пулями остальные это те которые ранены были шрапнелью более половины тех кто ранен они вы лишились конечности или одной-двух там и так далее в связи с минами то есть ужасные просто ужасающие потери это вот норвежцы говорят что мы такого никогда не видели работают в поте лица уже давно пласят видимо видимо в гру там просмотрели какого-то там центре и псошном в кремле и соорудили теперь что они только готовятся нет они не готовятся они давно уже там поэтому никакого отношения к пригожину это все не имела ну и до минобороны российской федерации заявили о подготовке украинских формирований к наступлению на бахмутском направлении значит вот 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 вам и значит всу то есть да то ли он получается согласно и псошником иск из из москвы то ли пригожин оказывается норвежским натовским шпионом то ли украинским но учитывая что украина де-факто уже член нато значит и украинским и и натовским на настоящий момент единственным таким более-менее содержательным комментарием по поводу происходящих событий было выступление известной как я называю пропагандистской но она диктором скажем так первого канала российского телевидения екатерины андреевой которая заявила вот тут пошли все вот эти ипсо все тезисы активных мероприятий кремля то есть они заявили что никакого удара министерство обороны по лагерю вагнеровцев это все не было все эти видео которые были помещены они все сфабрикованы при этом она ссылалась на вот этот канал рыбаря якобы независимого ну какой-то телеграм-канал божий который никому да якобы не имеет никакого отношения в дух первый канал российского телевидения ссылается в том что она рассказывала ни одной ссылки нет ни на одну государственную структуру российской федерации все на открытые источники и так значит ссылаясь до этого этот телеграм-канал она рассказала что это фейк то есть это сам пригожин все сделал и использовал этот фейк несуществующее нападение для начала мятежа она же рассказала возбуждение против него уголовного дела за мятеж ну и тут же значит опять таки напрокинула эту идею которая уже была прокинута в телеграм-канал о том что это видимо было сделано в сговоре с в ссу потому что в ссу синхронно с начала мятежа пошло в наступление и но как-то так сиротливо на фоне всего этого прозвучал маленький комментарий пескова о том что путину доложили о происходящих событиях он в курсе дела и все и вот это событие вот это вот это стон пескова или нежданчик пескова вместо нормального комментариев он здесь стал причиной самой большой тревоги а жив ли путин что с ним вообще происходит они форосе ли он сейчас форос помните когда происшел путь в августе 91 года там горбачева заперли под охраной так вот не случилось ли что-либо тут работать надо собираю собирается военная коллегия как было официально объявлено а путина просто проинформировали ну вот и и что дальше в это время на московской бирже вечерние торги упали ее показатели на более чем три процента к утру было неизвестно да что там происходит поэтому отразилось только не не до конца еще было вы люди поняли что произошло и более чем на три процента это серьезно затем в ростов-доне быстрыми темпами укрепляется окружается штаб-квартира южного командования готовится к штурму что их будут штурмовать вагнер тоже вдумайтесь группа войск юг это главная сила которая ну одна из основных которая ведет войну агрессию в украине и она сейчас быстрыми темпами обеспечивает безопасность своей штаб-квартиры чтобы ее не взял отряд чувака вагнер кстати о численности боевой мощи пригожин заявил что у него подружом где-то 25 тысяч американские аналитики считают что это завышенная цифра оценивает их 10 или 15 но посмотрим посмотрим потому что пригожин призвал военнослужащих российской армии присоединяться и утверждает что вот те новобранцы или военнослужащие 18 призывники 18-летние которые его встретили в ростовской области они чуть ли не с объятиями их приветствовали дальше интересная информация что никаких особых событий телодвижений вообще никакой суеты вокруг штаб-квартиры чувака вагнера в петербурге а это там где находится основная штаб-квартиры откуда пригожин сам он там живет вот ничего никакой особой суеты ничего подозрительного не происходило ну еще раз москва все главные объекты москвы и московской области были взяты под особую охрану и последнее значит вот на настоящий момент по-прежнему единственное заявление правительства соединенных штатов о том что правительство сша внимательно следит за развитием ситуации самое главное ну первый вопрос что там происходит то ли это государственный пород то ли нет это первый во второй вопрос насколько это повлияет на дестабилизацию военную российской федерации третье насколько это повлияет на продолжение военных действий на полях украины следующее насколько это может отразиться на ядерной безопасности не приведет ли это все как эффект домино к развалу российской федерации как мы с что король гол ну халабуда вместо второй армии мира место мощный вставший с колен державы оказалась какая-то халабуда все повисло на волоске которая может оборваться буквально в течение ночи ну а дальше уже неконтролируемый развал и вот над чем сейчас работает американское правительство а также а также искусственный интеллект господа о котором я вам рассказал в предыдущем видео насколько я понял по комментариям не все поняли значение начали мне писать сколько на самом деле как они считают там чипов надо туда не миллиарда десятки тысяч да какая разница допустим триллионы или 10 всего главное это в чем что противник благодаря то тем программы искусственного интеллекта который есть сейчас в распоряжении правительства сша праве противник он стал прозрачным прозрачным то есть то что раньше для того чтобы понять что там происходит нужно было масса времени масса усилий и и не всегда могло да и не только для того чтобы собрать но и чтобы принять решение а сейчас это можно делать в течение считанных минут ну или часов то есть это тот новый фактор который сейчас присутствует вот что господа я хотел доложить вам к настоящему моменту наблюдаем за ситуацией когда когда вот происходят такие мыльные оперы в стане врага это свидетельствует о том в это уровень как я вам сказал уже мыльной оперы трагическая правда мыльной оперы это это свидетельствует о том что этот враг не имеет никакого шанса тем более в плане длительного противостояния не может эта халабуда долго держаться то есть то что сейчас происходит оно не вызвано объективными причинами по большому счету она вызвана психическими особенностями одного единственного человека по фамилии пригожин ну и в какой-то степени путина еще объективные факторы не полностью заработали они заработают поэтому господа как всегда слава украине и и вооруженным силам враг будет разбит победа будет за нами а вам как обычно выдержки мужества и твердой уверенности в нашей неизбежной победе все будет украина с добрым тебя субботним утром